Всем привет! Сегодня на зиму заготовим очень вкусные огурцы. Для начала нужно подготовить все овощи. У меня здесь 1,5 килограмма помидоров. Я их уже хорошенько вымыла. Теперь отрезаю все лишнее и измельчаю. Сделать это можно любым удобным для вас способом. Можно пропустить через мясорубку. Ну а я же сегодня буду измельчать в измельчителе. Вот посмотрите, примерно вот такое томатное пюре у вас должно получиться. Ну и пока откладываем его в сторону. Берем сладкий болгарский перец 5 штук. Идеально, если это будет такой красный, мясистый. Но у меня сегодня зеленый тоже подойдет. И нарезаю его соломкой. Очень сильно мельчить не нужно. Вот примерно вот так должно получаться. Еще нам потребуется 1 большая головка чеснока. Я ее почистила и сейчас порежу такими пластинками. Если вы не любите чеснок вот так кусочками в заготовке, то можно просто пропустить через чесночницу. Острый стручковый перец, конечно же, по желанию. Если вы хотите не острый вариант огурцов, тогда его просто не добавляйте. Если хотите более острый, тогда добавьте 2. Я добавляю сегодня 1, у меня будет такой средний вариант. И сейчас я его порежу соломкой. Ну а напоследок остались огурцы. У меня здесь 2 килограмма. Я их уже вымыла. Для этого рецепта можно брать абсолютно любые. Переростки, кривые, в общем, какие у вас есть. Отрезаем попки и нарезаем огурцы кружочками толщиной примерно 3-4 миллиметра. Все, огурцы у меня уже тоже порезаны. И теперь, когда все подготовлено, берем кастрюлю с толстым дном, либо казан, то, что вам будет удобнее. Выливаем в нее помидоры. Добавляем 1,5 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 100 миллилитров растительного масла без запаха, пол чайной ложки лимонной кислоты. И все это хорошенько перемешиваем. После этого кастрюлю ставим на огонь и доводим до кипения. После того, как вы заметили, что закипело, делаем маленький огонь, чтобы кипело потихоньку и варим 10 минут. У меня уже время прошло. Выкладываю в кастрюлю острый перец и чеснок, болгарский перец и сразу же все огурцы. Все это хорошо перемешиваем и на большом огне доводим до кипения. И как только закипело, делаем маленький огонь и периодически, аккуратно перемешивая, варим ровно 7 минут. Нам нужно, чтобы все огурцы поменяли цвет. У меня готово. Огурцы были яркие, а теперь они стали вот такие бурые. Теперь можно закладывать в банки. Вы по желанию можете брать любые банки любого объема. Я привыкла консервировать в пол-литровых. Открыл баночку и съел. Их нужно обязательно простерилизовать. Крышки прокипятить в кипятке. Лейку и все вилки, все чем пользуешься, нужно обдать кипятком. Теперь заполняем банки. Накрываем крышкой и закатываем закаточным ключом. И вот таким образом нужно закатать столько банок, сколько получится. Из того количества продуктов, что у меня было, получилось 7 пол-литровых банок. Переворачивать их не нужно. Укутываем немного. И так оставляем до полного остывания. Ну а после остывания уже можно отправлять в то место, где вы храните свою консервацию. Огурцы получаются очень вкусные. И я уверена, что вам понравится. Попробуйте заготовить и вы. Ну и конечно же обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.